В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Ущерб от пожара в салоне Кореи Авто в Уфе оценен как минимальный. Об этом сообщает агентство Рея Новости со ссылкой на представителя фирмы. По данным регионального управления МЧС России, в огне пострадал один автомобиль. Остальные успели эвакуировать. Напомню, трехэтажное здание загорелось накануне около половины пятого вечера. Как заявили РБК Уфа в 22-м отряде противопожарной службы, сегодня с утра и до сих пор продолжается проливка и разбор конструкций. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В момент возгорания в здании находились 35 человек. Все они вышли самостоятельно из помещений, уточнили в экстренной службе. Причины происшествия устанавливаются. На месте привлекались от МЧС 28 единиц техники и 99 человек. Судебное заседание по делу о банкротстве центрального рынка Уфы перенесено на 25 февраля. Причиной стало ходатайство заявителя. Компания БВК «Экспо» сообщается на сайте арбитражного суда Башкортостана. Другие участники процесса не возражали. Напомню, с иском о признании торгового комплекса центральной банкротом БВК «Экспо» обратилась в декабре прошлого года. Сумма заявленных требований превышает 30 миллионов рублей. Параллельно аналогичный иск подал банк «Траст». Иск о собственной несостоятельности подал также учредитель торгового комплекса. Ранее гендиректор БВК «Экспо» сообщала о готовности отозвать иск, если ответчик исполнит свои обязательства. Первая группа жителей Сибая отправится в Крым 20 февраля, а вторая – 10 марта. Об этом РБК УФА сообщили в администрации столицы Башкирского Зауралия. Финансирование путевок полностью из средств благотворителей. В первую очередь организовано оздоровление детей, которые проживают в зоне 500. Этим детям мы предлагаем или путевки в санаторий Крым, или в санаторий Республики Башкортостан. На сегодняшний день у нас уже отправлена первая партия детей. Они поехали у нас в город Ишимбай. Хороший очень санаторий, где проходит лечение. А вторая партия, они у нас уезжают детей. Это санаторий тоже Республики Башкортостан. Выезжают они у нас 15 февраля. Поедут в Училинский район, в санаторий Урал. Я хочу большое спасибо сказать Андрею Геннадьевичу, нашему земляку, который помогает нам оплачивать все путевки, все расходы, связанные с оздоровлением детей. В администрации Сибая в южный регион страны отправятся две группы, каждая из которых по 250 детей. Также предусмотрен проезд сопровождающих. РБК Уфа также пообщался с родителями детей, которые получили путевки в Крым. Моего сына также включили в список отдыхающих. Конечно, для нас это огромная возможность. В данный момент мы занимаемся подготовкой к поездке, приобретаем необходимые вещи, предметы личной гигиены. Думаю, что наши дети прекрасно отдохнут, укрепят свое здоровье, получат много энергии, оптимизма. Также путевки по категории «Мать и дитя» вручаются в санатории «Толкас» и «Яктыкуль». При этом возраст подростков до 15-18 лет, уточнили в мэрии города. Сейчас на прямую связь о студии РБК Уфа выходит ведущий специалист Роскомснаббанка Алина Рафикова. Алина, приветствую. Как сегодня торгуются акции республиканских компаний и что в целом происходит на рынке? Екатерина, добрый день. Вновь тема санкций становится актуальной на электронных торгах группы «Московская биржа». Накануне новость о согласованных действиях США и ЕС ослабили позиции рубля. Сегодня мы видим курс пары доллар-рубль на отметке 65 рублей 70 копеек. Прирост по дню на 0,2%, европейская валюта дорожает на 0,55%. Торги в паре проходят по курсу 74 рубля 40 копеек. Болезненно восприняли новость о санкциях участники торгов на фондовой площадке. Индекс МОЭК снижается на величину чуть более 1%, до отметки 2505 пунктов. Индекс РТС минус 1,2%, текущая оценка ровно 1200 пунктов. На общем фоне оба выпуска акций «Башнефть» синхронно снижается на величину 0,3%. Обыкновенные оцениваются по цене 1960 рублей, привлегированные по 1853 рубля соответственно. Динамика торгов на рынке нефти сегодня на стороне покупателей. Недовольство ОПЕК плюс текущими ценами вынуждает первых лиц на публичные заявления о необходимости сокращения добычи в последующие месяцы. Нефть сорта «Брэнд» в первой половине дня прибавляет 1,2%, торги проходят по курсу 63,35 доллара. Сорт «Лайт» подрастает на 0,7% и оценивается по цене 53,70 доллара. Екатерина. Спасибо, Алина. На прямой связи со студией РБК Уфа была ведущая специалист Роскомснабанка Алина Рафикова. На этом пока все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин